Яркий болид по мощности сопоставимый со взрывом Челябинского метеорита взорвался и остался незамеченным у побережья России. Произошло это еще 19 декабря 2018 года, однако известно об этом стало только на днях, благодаря японскому спутнику Химавари. Взрыв особого яркого и крупного небесного тела произошел у берегов Камчатки. Метеор при разрушении об атмосферу выделял энергии в 10 раз больше, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Ввиду удаленности места взрыва от населенных пунктов, болид не был замечен с Земли. Мешать наблюдениям могли также плотная облачность в тот день в районе взрыва и светлое время суток. Уникальным это тело делает не только и мощность взрыва, но и скорость, с которой оно вошло в атмосферу – 32 км в секунду. Это на 10 км в секунду большей скорости любого другого астероида, который в ближайший год пролетит мимо Земли. С большой вероятностью это был не астероид, а обломок кометы, летящий по высокоэллиптической орбите. На это указывает и почти отвесный угол, под которым упало тело. По предположению, метеор мог принадлежать метеоритному потоку Эрсиды. Этот метеоритный поток был активен именно в этот период, и его радиант находился на высоте 70 градусов, что совпадает с углом входа тела в атмосферу. При этом скорость движения частиц потока составляет 33 км в секунду. По имеющимся данным удалось примерно оценить размеры болида. Оценка обычно делается на основе энерговыделения и скорости. Если взять среднюю плотность астероидов каменного типа, 3 грамма, на кубический сантиметр, получим размер тела порядка 10 метров. Напомним, что самое крупное за последние годы падения метеорита зафиксировано в Челябинской области. Небесное тело столкнулось с Землей 15 февраля 2013 года. Размер астероида составлял почти 20 метров в поперечнике при массе 13 тысяч тонн. При разрушении метеорита в атмосфере образовались ударные волны мощностью около 440, килотонн в тротиловом эквиваленте. 16 октября самый крупный фрагмент метеорита массой около 600 килограмм был поднят из ила на дне озера Чебаркуль с глубины примерно 20 метров. К 2020 году планируется отслеживать 90% околоземных объектов диаметром более 140 метров. Ведь такие космические объекты способны принести серьезный ущерб целым регионам. Однако считается, что на выполнение поставленной задачи уйдет еще около 30 лет. Почему? Потому что метеор, который пропустили практически все, свидетельствует о том, что отследить подобных гостей из космоса не так-то просто. Оказывается, это опасное дело – жить на планете в Солнечной системе, полной камней и мусора. Но в любом случае, если вы увидите падение метеорита, срочно звоните друзьям, хватайте лопаты и на поиски экземпляра. КОНЕЦ КОНЕЦ